друзья привет я пью кофе и я пью кофе часто я почти всегда пью кофе по утрам always often frequently вот все эти слова это что это это adverbs а именно adverbs of frequency это наречия частоте и вот это именно тот предмет который мы обсуждаем сегодня на нашем уроке английской грамматики так что наливайтесь и кружки начинаем леарнинглэш учим английский язык почти с нуля почти всем привет меня зовут марк вы уже знаете я помогаю всем кто хочет изучать английский язык сам американец поэтому акцент страшный и отвратительный зато урок увы бесплатный English grammar то есть грамматика английского языка это 10 урок и мы обсуждаем как нам уже известно наречие adverbs verb это глагол adverb это почти глагол это это только то слово которое описывает глагол okay I speak Russian I speak I speak I speak I speak Russian или I speak Russian badly плохо это вот это badly это и есть adverb наречие то есть как speak это действие наречие описывает вот это действие he plays he plays he он играет he plays baseball он играет в бейсбол как он играет в бейсбол вот ответ на этот вопрос как он играет как он что-то делает это будет наречие he plays he plays fantastic super он просто отлично excellent excellent right наречие excellently excellently not now вот подразделение идет наречие частоты это adverbs of frequency то есть мы это 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 тот случай да когда мы описываем как часто что-то происходит вот это наше действие как часто делается alright he reads он читает he reads he reads fast быстро или quickly тоже быстро right he reads fast he reads quickly slowly she talks she speaks she speaks she talks she talks тоже самое slowly slowly медленно slowly вот видите вот это ly когда мы видим ly это наверное значит что это наречие adverb окей my teacher my teacher speaks very quickly right teacher это учитель или преподаватель скорее это instructor my teacher speaks ну короче он он или она говорит очень быстро very very это очень можно если сказать really he speaks really quickly really это когда это very но только это описывая глагол это только наречие really как real настоящий real а если я скажу really то есть это это почти все как очень что-то делается очень ok sometimes we make фильмы иногда мы делаем фильмы а я пропустил пропустил they play cards они играют в карты often 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 но вот это т мы не произносим так чтобы слышно было often 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 I do it often это часто sometimes иногда sometimes we make мы делаем что илмени I rarely swim и я редко плаву I rarely swim вот вот эти слова нам нужно выучить мы сейчас выучим то есть как как идет шкала да то есть сто процентов это всегда always а no процентов это никогда never never always almost always almost almost это почти almost always почти всегда usually но это слово надо это обычно обычно okay often или еще можно сказать frequently часто часто frequently часто often sometimes 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 и иногда occasionally это периодически periodically occasionally occasionally periodically periodically вообще occasion это случай если мы праздноваем какой-то occasion случай COVID это occasion а вот эти случаи не постоянно они только периодически бывают так что мы говорим occasionally то есть временами что-то происходит occasionally периодически seldom или даже rarely редко но seldom я бы сказал не часто 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 I never watch TV. I never go to movies. I never listen to the radio. I don't ever do it. Никогда. Almost never. Ну, почти никогда. Ну, это как, если это 0%, это 5%. Okay, adverbs of frequency. Adverbs of frequency, как мы уже знаем, это наречия частоты. И они отвечают, какой вопрос? Как часто? How often? То есть, мы уже выучили эти слова. Always. Если always это 100%, то never это 0%. Almost always. Почти всегда. Это 95%. Almost never. Почти никогда. 5%. И все остальное где-то в середине. Usually, often, frequently. Usually, usually, это обычно. Often. Это часто. Frequently, это тоже часто. 50% вот это sometimes. Или, может быть, даже occasionally. Или periodically. Нечасто. Нечасто. Селдом. Или не очень часто. Это 20%. Rarely, это редко. Right? He goes shopping. He goes shopping. Он идет по покупкам. How often does he go shopping? Как часто он идет по покупкам? Вопрос. He sometimes goes shopping. То есть, он иногда идет по покупкам. Моя сестра. My sister eats breakfast. Она завтракает. Моя сестра завтракает. How often does she eat breakfast? How often does she eat breakfast? Как часто она завтракает? She usually eats breakfast. Она обычно завтракает. My sister обычно завтракает. She usually eats breakfast. Right? Patterns. То есть, ну, это как структура предложения. Можно сказать. То есть, идет adverb, потом verb. То есть, идет сначала слово наречие, потом слово глагол. She never studies. Never. Никогда. Это наречие. Она никогда не занимается. She never studies. Она плохо. Плохой студентка. Плохая студентка. Можно, наверное, лучше сказать. Studies. Это verb. Мой друг. My friend usually plays baseball with us, с нами, with us. Мой друг, my friend, usually, обычно, обычно, обычно играет в бейсбол с нами. Usually это описывает глагол, действие у нас играет, plays. I always watch TV before bed, до сна, до того, как пойти спать. I always, я всегда смотрю телевизор до сна. I always watch TV before bed. Always, действие у нас глагол, watch, смотреть. Это adverbs of frequency. Они описывают, как часто действие происходит. Можно еще, как to be. Если to be, тогда to be идет до наречия. My brother, мой брат, is, verb to be, is, am, are, is, то есть он есть, всегда hungry, то есть он всегда голоден, голоден он, постоянно, always. You are, you, you, we, are, almost, never, почти никогда, late, ну, late, это когда быть опоздавшим, то есть вы почти никогда не опоздаете. Her children are often tired, tired, это устали, то есть ее дети часто устают, окей? Примечание. Sometimes, often, and usually, вот эти три наречия мы можем вставлять то сразу в начале предложения, то в конце, то в середине. То есть тут идут три examples, три examples, это три примера, все они правильные, correct, и имеют одинаковое значение, meaning, это значение. Sometimes, sometimes, he is late, иногда он опоздывает. He is late, sometimes, he is late, sometimes, он опоздывает, иногда. Это, это тот случай, когда word order, да, последовательное слово не имеет значения, как на русском. Но, осторожно, be careful, not very often, у него есть какая-то особая структура. Она, do or does not, plus verb, plus object, plus very often. То есть она делает, does or does not, потом действует, потом в конце, very often. То есть, she, ну, давай, койта, премьер. She, она не смотрит телевизор. She doesn't watch TV, at night, very often, okay? She, uh, doesn't go to the library, very often. She, она не ходит в библиотеку, так часто. Она разговаривает по телефону не так часто. She doesn't talk on the telephone very often, вот так. Третье примечание, frequently, occasionally, and seldom, вот эти три слова. Они более формальные, формальные слова, которые вы можете читать, эти слова. Ну, может быть, люди, народ не так часто говорит, вот, устно. Я бы сказал, я не буду проходить вот все эти примеры, но они seldom, они не часто пьют кофе. Они seldom, they seldom drink coffee. Вот, могут писать, где-то, там, где-то, 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 я бы сказал, they don't drink coffee very often. Okay? Я бы даже сказал так. They drink coffee, but not very often. Можно даже выделить, вот таким образом. Alright. Давайте это сделаем вместе. She, сто процентов, always eats breakfast. Она, ну, всегда завтракает. Right? My brother, десять процентов, это sometimes, иногда, drives to school. They, восемьдесят процентов, they usually, обычно, usually walk their dog after dinner. Выгуливают собаку после ужина. She is, пять процентов времени, sad. То есть, ей, ей почти никогда не грустно. She is almost never sad. Melissa, имя девушки, Melissa, обычно, practices the piano after school. Melissa usually, занимается на пианине, после школы. То есть, тренируется. Репетирует. My neighbor, мой сосед, my neighbor goes swimming in his pool. Видимо, у соседа есть свой бассейн. My neighbor goes swimming in his pool. Sometimes. Видесят процентов, это иногда, sometimes. Daniela, редко. Редко, прислали меня, text, сообщение, СМСки. Daniela, rarely, text me. Chris, is never, bored. Never. No процентов. Chris is never bored. И мы никогда не бываем скучно. He does not forget his homework very often. There's not very often. Помните. He does not тут глагол, тут объект, very often. He does not forget his homework very often. Помните. Наш примечание. Your cat. Твой кот. Сто процентов. Always. Хочет сидеть на мне. Wants to sit on me. Ну, конечно. Коти такие. Okay. She has never. Ну, процентов. Никогда. She has never seen the ocean. Никогда не видела море. All right. Нат, ненави посмотра пропустим. Okay. Структура в вопрос. How often do you? Я вас спрашиваю. Как часто вы что-то делаете? How often do you watch videos on YouTube? How often do you watch my super excellent video lessons? on YouTube? Часта. Иллини Часта. Do you watch these videos often? Do you watch them rarely? Do you watch them sometimes? Do you never watch them? Do you always watch them? Okay. How often? Кок Часта. Do you how often do you do your homework? What, apparently? how often do you go out for dinner? То есть go okay go out for dinner это означает вы где-то вне дома ужинаете. То есть какой-то кафе, ресторан забегала только не дома? How often do you go out for dinner? How often do you go to the movies? Как часто вы занимаетесь английским языком? Надо почаще. How often do you play sports? Как часто вы играете ну занимаетесь спортом? Играйте в спорт какой-нибудь. How often do you text your friends? То есть как часто вы посылаете вот это текст сообщения смски своим друзьям. Вот так. Будем делать вот это упражнение? Как у нас повременный? Давайте сделаем. The bus rarely редко arrives on time. Автобус редко приходит во время. On time это во время. Our teacher наш учитель our teacher almost always демонст процент демонст пиад дожн пица almost always gives us homework. Gives us homework. Don't give it дай нам дам 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 He is on time for class. He is almost never пиад процент of He is almost never on time for class. On почти никогда не успевает во время на занятия во время идти. I do not read books very often. 20% of it. I do not read books very often. My friend cries cries during movies 50% иногда. My friend мой друг плачет во время кино sometimes иногда. They are usually tired on Mondays. My parents usually often go to Hawaii on vacation. My children often go to Hawaii to go to school. It's good to your parents I sometimes babysit. Babysit it's not sitting with a son of a baby set my younger cousins it's m chiquita братья двоюродные, не важно, sometimes, главное. She always, 0%, she always brushes her teeth before bed. He never, 0%, he never goes skiing. Goes skiing, это татаналежек, brushes her teeth, это чистый свои зубы. Окей, ну ладно. Вы можете, кстати, делать свои упражнения для себя, то есть, как часто вы потом действуете, какие вы знаете действия на английском, как часто вы что-то делаете, как часто вы make a mistake, делаете ошибку, как часто вы играете в теннис, play tennis, как часто вы смотрите ТВ, смотрите телек, как часто вы слушаете музыку, listen to music, как часто вы делаете посуду. окей, do the dishes, делаете, ну чистить, чистить, это, как чистить посуду, мыть посуду, моете посуду, как часто вы моете посуду, do the dishes, мы делаем посуду, в английском, you wash the dishes, we do the dishes, ну мы тоже можем говорить wash the dishes, wash это мыть. Короче, это, я вот показываю, если кто-то хочет взять и сделать какие-то флешки себе, ну это сидеть, переписать, это было бы неплохое, скажем так, тренировка, но застрелять, конечно, мы не можем, так что все. Ну, собственно, конец урока, все, всем спасибо, thanks. Questions, questions, это вопросы, если вопросы будут, прям тут напишите, прямо на YouTube, да, все увидят, что у тебя именно было что-то может быть непонятно, или был какой-то вопрос, ну и что, какая разница, получайте, пожалуйста, выгоду, отдачу, результат, пока дают. Хорошо? И, конечно, смотрите, по понеделок у нас тренировки или уроки для тех, кто только начинается, для beginner of хорошо? Мы, наверное, увидимся у вас еще через неделю. Так что, спасибо, что смотрели до конца. Пол шоу из вас, американский жирный, наглый лайк. Спасибо. Пока.